Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 января. Страдания 20 тысяч мучеников в Никодимии, в церкви сожженных. Когда святая вера Христова устоялась и процветала, и учители церкви открыто исповедовали православные догматы, императорам Максимианам готовились жестокие гонения. В Христовой вере стало примыкать знать, что очень не понравилось императору. И однажды в церкви люди воскликнули, мы христиане, мы христиане, царь, и не почитаем твоих ложных богов. За это они были сожжены в церкви. В народе сегодняшний день называют домочадцев день. Люди сегодня старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, проводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни. Одно из гаданий, пользовавшиеся популярностью в то время, было таким. Накануне этого дня на Красную Горку, которая имелась возле любой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Сегодня всей семьей приходили на Красную Горку. Каждый член семьи загадывал желание и повязывал на свой колышек лоскуток, тем самым привлекая его из мира незримого в свой материальный. И желание исполнялось в течение года. Приметы. Если сегодня на деревьях иней днем тихо, это к урожайному году и удача во всех делах. Дело, сделанное сегодня совместно с семьей, будет благословенно и принесет плоды в будущее. Если соль в солонке отсырела к ненастной погоне, свадьба сыгранная сегодня сделает брак счастливым. Если сегодня принять колядовщиков, это даст здоровье и благополучие, защитить дом от порчи и злады, убережет скотину от болезней. Если с неба падают крупные снежные хлопья, это к потеплению. Метель сегодня к дождливому и сырому лету. Когда мы с вами пьем сок из яблок, а также употребляем в виде яблочки салатов таких весенних или зимних, или хотя бы просто съедаем, это у нас прекрасная профилактика того, чтобы снижить лишний холестерин в организме. Укрепить сосуды. Я уже говорил, что имеется витамин В, который укрепляет сосуды. И вот если имеется варикозное расширение или расположенность к этому, то вы можете надежно этому препятствовать, регулярно употребляя яблочки в течение дня. Если вы этого не делаете, стенки сосудов становятся, знаете, такие слабые, выпячиваются, и возникает вот такое неприятное явление, как варикоз. Чтобы этого не было, яблочко обязательно. При этом яблоко надо съедать обязательно с кожурой. Очень полезная рекомендация пожилым людям, ну, людям старшего возраста, съедать по два яблочка в течение дня, чтобы их сосуды как раз были хорошие, и мозг функционировал нормально. Чтобы не было вот этого старческого слабоумия, чтобы память сохранялась хорошо. Ну, а молодым тоже память же лучше, а не только что старым. Но здесь обязательно важно понимать, что память надо тренировать. Одно дело иметь целые сосуды, а другое дело тренировать память. Поэтому об этом не забывайте. Кстати, вот, когда мы говорили о наружном применении, то в средние века, средневековые красавицы, использовали мякоть яблочка для того, чтобы делать маски на кожу, чтобы омолаживать кожу. И маска, обязательно сделаем, делается так. Маска для любых типов кожи. Берется столовая ложка творога, лучше творог взять жирный. Две столовые ложечки мякоть и яблочко. Можно даже брать и печеное яблоко, но лучше возьмем свежее. И причем знаешь, как вам подойдет яблочко? Зеленое. Зеленое и кислое. Правильно. Кислая, как раз богатая фруктовыми кислотами, она напитает нашу кожу. И более того, кислый вкус способствует тому, что сохраняет в коже влагу. Сразу у нас появится лифтинг эффект, исчезнут морщинки, и в коже появится творог. А творог смягчает, да? Да, и творог будет смягчать и защищать, потому что жирная такая основа. Поэтому эту масочку можно делать в течение 15 минут, после чего мы смываем тёплой водой, как обычно. И радуемся, да, полученным результатом. Делать её лучше всего через 2 дня на третий. Особенно в сухое, холодное, зимнее время. А аллергию никаких не вызовет? Ну, вы уже должны заранее знать, вызывает ли яблоко аллергию или нет. Как мы знаем, зелёные сорта яблок не вызывают. А если возьмёте красное, может вызвать. Поэтому запоминайте. Зелёные сорта. От простудной забывания, от кашель, если появился там... Оказывается, ещё земские врачи использовали яблоки для того, чтобы сухой кашель привести в мокрый, и он быстро вышел. Для этого используют печёные яблочки. Значит, печёные яблочки чаще надо кушать. Это прекрасная профилактика и лечение простудных заболеваний, связанных с сухим кашлем. Вот, быстренько всё это проходит, образуется мокрота, выходит, лёгкие очищаются, и мы нормально всё чувствуем. А просто из запекателей с мёдом? А вот это уже другой, другой рецепт. Дело в том, что лучше всего яблочки, особенно при повышенной кислотности, есть не кислые, а запечённые и, конечно, с мёдом. Вот для этого яблочки просто-напросто запекаются, а уже потом смешиваются с мёдом. Почему? Потому что мёд при высокой температуре разрушается. Поэтому мы соединяем такую смесь, которая, знаете, приятна на вкус, и можно там деткам давать самому есть, снижать кислотность, и в некоторых случаях хорошо помогает при изжоге. Можно попробовать. Если, допустим, вы этот рецепт опробовали, а изжога у вас как бы не исчезает, а то может даже усилиться, тогда обязательно исключите мёд. Я вот помню, что лично у меня изжога возникает от мёда. Раз съел, два съел, вроде бы нормально. На третий раз обязательно изжога бывает. Поэтому я уже знаю, продукты с жёлтым цветом, оказывается, обладают такими свойствами. А вот продукты с зелёным цветом, наоборот, успокаивают. Вот мы с вами разобрали полезные свойства яблок, как их лучше использовать. Сделали несколько рецептов. Какой вывод мы делаем? Вывод можно сделать следующий, то, что яблоко на ужин, и доктор нам не нужен. Вот на этой ноте мы с вами и закончим нашу передачу. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Её действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Тёплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому её связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай, и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить кагор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы.